В Кирове 12 часов и почти что 5 минут. Добрый день. Наша традиционная программа во вторник, сегодня 22 ноября. Вас приветствует Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Сегодня у нас особенность. Мы в эфире будем работать 2 часа и планируем постепенно переходить именно на такой график работы по вторникам и четвергам. Как это было раньше на протяжении долгого времени. И сегодня в течение 2 часов мы собираемся обсудить целых 3 темы. И как-то так совпало, так получилось, что все темы возымели широкий общественный резонанс в последние дни в нашем городе. Сейчас мы прямо через пару минут перейдем к обсуждению темы, что происходит в Александровском саду. Да, там спилили около десятка деревьев. И, как ты говоришь, да, это вызвало очень широкий общественный резонанс. Потому что людям показалось, что деревья эти не были совсем и отнюдь аварийными. То есть были еще пригодными и росли бы себе и росли бы. Да, мы, к сожалению, не специалисты, но со специалистами свяжемся, объясняем в итоге, что же это такое было. А во втором часе, как ты правильно заметил, будет сразу 2 темы. Поговорим о единых... Нет, одна тема у нас будет во втором часе. После 13 мы будем говорить о возможном создании муниципального приюта для бездомных животных в нашем городе. Тоже такая тема вызвала большой шквал обсуждений, мнений. Волонтеры не согласны с официальной позицией государства, муниципалитета. В общем, постараемся разобраться. Государство не согласно с волонтерами. А вот вторая тема первого часа будет единая школьная форма. Да, о чем стало известно на днях. Да, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая в Госдуме, заявил о том, что есть планы по введению единой школьной формы на территории всей нашей страны. Сразу же вспоминается, тут советское время. И даже есть опрос уже официальный, общероссийский, на эту тему. Удивительно, но почти что половина опрошенных высказались за введение единой школьной формы. И, кстати, когда мы перейдем к обсуждению этой темы, если у вас возникнет желание высказаться по этому поводу в прямом эфире, то, пожалуйста, 211-101, номер нашего прямого эфира. Итак, то, что происходит в Александровском саду. В четверг, ведь, да, мы в нашей студии обсуждали судьбу зеленых насаждений. В областном центре озвучивали планы, концепцию, что предстоит сделать. И работы очень и очень много. И, кстати, как раз, по-моему, мы обсуждали Александровский сад. Ты говорила, да, несколько слов о том, что там будет производиться некая санитарная вырубка деревьев. Поэтому я изначально, когда увидела вот этот пост в красивом Кирове, по-моему, первоначально он появился о том, что вырубают вот эти деревья, я, конечно же, решила, что это и есть вот та самая санитарная вырубка деревьев, которую предупреждали. То есть это тебя не удивило и не возмутило? Потому что ты была предупреждена. Ну, я расценила это как аварийные деревья. Я же не специалист, я даже по фотографиям не могу определить, ну, то есть это правда, аварийное дерево или кому-то показалось. Но в разъяснениях, которые появились дальше там в комментариях, да, потом последующие какие-то посты, появилась информация о том, что якобы, по крайней мере, рабочие сказали, что они спилили эти деревья, чтобы проложить дорожки. Вот тот самый ремонт, который начался в Александровском саду, он еще не закончен, да. И вот тут стало уже интересно, то есть действительно ли эти деревья спилили, потому что они были аварийными, да, или кто-то просто что-то освободил. Но Светлана Кекина у нас на связи, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства УДПИ. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Снова приветствуем вас на нашем эфире, Светлана. Мы тут сейчас вспоминали, как мы в четверг много говорили, но, конечно, времени не хватило, да, по поводу концепции озеленения дальнейшего в областном центре. Не прошло и нескольких часов. Сутки буквально прошли, и такой вот скандал такой разразился. Буквально соцсети заполонили эти возмущенные высказывания по поводу вырубки, которая проходит в Александровском саду. Что вы делаете? Столетние липы? Зачем их убираете? Им еще жить-дожить? Затем в своем телеграм-канале глава администрации Вячеслав Симаков пояснил, что же там происходит. И да, действительно, мы сошлись во мнении, что эти работы с точки зрения администрации необходимо там проводить. В первую очередь они коснулись действительно уже старых аварийных деревьев. Давайте выясним, так ли это, поподробнее поговорим. Что происходит сейчас в саду в Александровском? Сейчас в саду идет косметический ремонт. Я бы назвала это так, если в терминологию не погружаться. То есть сейчас там приводится в порядок дорожки, по которым можно было бы ходить. Не только ходить, но ездить еще на роликах. Например, по примеру Гагаринского парка. Вот. И дорожки приводятся в порядок даже те, которыми горожане не часто пользуются. Например, я говорю про ту, которая идет после входа налево. И там прямо будет хорошая дорожка, цикл до старой ротонды, до первой ротонды. Ну, центральную можно назвать, да, эту дорожку. Ну, то есть дорожки восстановлены все. Вот. И технология, которая была выбрана в этом случае, это как раз асфальтирование, что связано с настоятельными просьбами горожан по поводу роликов и по поводу самокатов детских, чтобы не плитка была, не брусчатка. Вот. И раньше использовалась технология, когда без бордюров асфальт накладывался. То есть не нужно было заглубление под, именно под борта, под бордюры. Под бордюры, да. Вот. Да, под бордюры. То есть сейчас дорожки, они сделаны в границах прежних, но уже с бордюрами. То есть они будут служить дольше. И, к сожалению, в эту, ну, в эти дорожки у нас попали деревья. Они, если их посмотреть по актам, летом были составлены акты. То есть исследованы деревья каждая и составлены акты. То есть если даже мы видим, что спил у него хороший, ну, например, пень остался нормальным. Если прямое, то это не значит, что у него не было наклона. Это первое. А второе, в них могут быть дупла. И, например, вот в той единственной столетней липе там было огромное дупло, оно было спиной к проходящим, которых там и так не было. И вот, то есть ее действительно было жаль. То есть ее можно было обойти, но в технологию, то есть в техническое задание не были предусмотрены проницаемые поверхности, не было предусмотрено, например, деревянных воздушных мостков и их соединение там с асфальтовыми дорожками, потому что был просто ремонт, не было нового строительства никакого. Вот поэтому, да, ее сохранить не удалось. Мне вот, ну, ее именно жаль. Вот. А, Светлана, подождите, можно еще уточнить? Я немножко все-таки недопонял, как связана укладка нового асфальта и установка бордюров, которых раньше там не было, с судьбой деревьев. При рытье канавок под бордюры, что повреждались корни или что там? Почему пришлось убирать тогда? Да, 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 да. Это вот очень, это, наверное, вот самый правильный вопрос, что когда производятся строительные работы, мы можем это наблюдать, например, когда трубы в городе прокладывают. То есть есть у деревьев защитные полосы, и там в рамках их нельзя к ним близко подойти. Но у нас нет нигде регламентов, что, ну, то есть если строится дорога, тротуар, то деревья могут сноситься. Вот. И, то есть это норма на уровне градостроительных всех регламентов. Вот. То есть нам нужно ее изменить. Но почему она была вообще сделана? Когда подрываются корни при работе техникой, если они больше 35%, ну, вот, то есть если мы вот весь круг возьмем, да, у дерева корней, и вот 35% повреждены, то дерево начинает умирать. Оно не сразу, то есть оно будет выглядеть какое-то время нормальным. Но у него начнут с сухими ветками, он начнет падать. Именно сухие ветки. У него могут появиться внутренние, которые сразу снаружи не будут видны. Внутри у него будут гнилые, как сама сердцевина начнет гнить. Вот. И со временем дерево станет аварийным. То есть мы, консервируя его в асфальт и подрывая корни под бордюры, под основания дорог, мы всегда это делаем. Ну, простите, да, тут поговорка есть распространенная, цапля чахла, цапля сохла, и мы знаем там, да. Да, и уют сохла. Вот. То есть и здесь вопрос именно ответственности за, когда это произойдет, да, и на кого оно будет падать. Светлана, а смотрите, а нельзя ли было, то есть если в этот год, да, условно говоря, какие-то работы не включили, нельзя было просто вот в этом году эту липу, ну, обойти, я не знаю, то есть оставить какой-то кусочек, там, 5-10 метров дорожки, это не отремонтированный, а на следующий год к этому вернуться и заложить, например, обход этого дерева или еще что-то. Ну, потому что, правда, новый бордюр абсолютно безликий и 100-летняя липа, которая никому, ничему, по крайней мере, на данный момент не угрожала. Кажется, как бы выбор очевиден. Да, а теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами прокуратуры. Почему вы приняли работы, когда они недоделаны? Контракт должен быть закрыт. Акт, ну, то есть должна работа быть принята, она принята в том объеме, который был заявлен актами. Другой, юридической, никакой, ну, варианта другого нет. То есть если бы идти по этому пути, который сейчас Даша предлагает, да, ну, вот так если предположить, то ай-яй-яй, нагоняй бы, от прокуратуры мог бы прилететь, да? Конечно, конечно, да. То есть там есть не только прокуратура, но еще контрольно-счетная палата, которая вот конкретно, сколько выделено материала, столько и должно быть положено. А сколько наметили в метрах, ну, то есть вот документ до, вот документ после. Это все прямо вот стыкуется, и, да, это должно быть на 100% выполнено. Светлана, и все-таки давайте четко уясним, определим, сколько деревьев сейчас уже, от скольких деревьев избавились в Александровском саду таким образом. Давайте вот сейчас, если я буду говорить про деревья, у вас возникнет образ 100-летней липы, правильно? А так-то на самом деле деревьями считаются деревья от 30 сантиметров в диаметре, и которые, например, поросли. Вспомните ту дорожку, которая шла от сцены к ротонде. То есть это вот крайняя справа. И там огромное количество порослей, которые идут от дорожки до забора. Вот, то есть там были проведены работы. Были несколько сухих берез, и были тополя. Вот, то есть работы велись не в один день, они в течение двух недель велись. Вот, и на данный момент там убрано около 20 деревьев, которые были по разным моментам либо аварийные, либо вот они действительно со временем бы усохли. И также был еще валежник. То есть те деревья, которые не актированы летом, но они при первом ветровальном ветре они упали. То есть мы их распиливали просто. И, возможно, эти остатки были еще тоже в фотографиях активных горожан. Ну вот плюс еще Симаков, Вячеслав Симаков добавил, что деревья, имеющие критический наклон, да, тоже подверглись спиливанию. Да. Здесь вопрос, наверное, какой доверие в комиссии, которая оценивает деревья, что мы смотрим, когда прогуливаемся, и мы смотрим с определенного ракурса. Мы не видим всех юридических аспектов по каждому дереву. И, наверное, нужно вести разъяснительную работу. То есть что значит аварийные деревья в саду, а что значит аварийные деревья в городе. И, наверное, нужны фотографии вот этих конкретных. То есть сейчас у нас по актам идут фотографии аварийного дерева, то есть его, например, наклон, либо оно двойное, а там дупло или что-то. Но эти фотографии не, ну как, не соцсеть. Вот если, например, выкладывать, что, ребят, вот посмотрите, какие они были. Мы не профессионалы в фотографии, и, возможно, они не такие, как бы, доказательные в эмоциональном плане. Ну, ладно, хорошо, не будем в эту сторону выходить. Еще момент такой, да. Будет ли теперь вот учитываться, да, при описании там работ, при требовании к исполнителям вот эти вот моменты, да, чтобы больше мы при прокладывании бордюров, дорожек не лишались каких-то деревьев, которые могут быть там знаковыми, да, какими-то старинными. Потому что, насколько я понимаю, алипоты живут в районе 300-400 лет. То есть, ну, по идее, она могла еще стоять достаточно долго. Сейчас Светлана подскажет. Да, конечно, там, может быть, ну, то есть, есть в ботанических садах, да, деревья, которым мы по 300 лет. Здесь, наверное, это самый позитивный момент, который можно вынести из этой ситуации, что все увидели, что деревья, ну, при прокладывании дорог, тротуаров, при строительстве, при ремонте теплосетей, при ремонте всех городских коммуникаций, они всегда на второстепенном месте. И что нужно просто даже изменить на уровне законодательства, точку зрения о том, что они так-то та же инфраструктура, которая должна быть, и многим горожанам она в первую очередь важна. То есть нам нужно изменить законодательство. И действительно сейчас я буду иметь право внести в работы, например, в парках и скверах, о том, что деревья в приоритете перед дорожками. Но момент, что есть нормативы, что дорожка не может быть уже. И дальше мы идем там на одного человека, на двоих, а если мама с коляской, то их две должно разойтись. И здесь это тоже нормы городостроительные, которые есть, и которые мне за один день не изменить. Светлана, еще немаловажный вопрос. Чем будем компенсировать эти работы? Давайте на эту тему поговорим. Запланированы ли посадки, в хорошем смысле этого слова, зеленых насаждений. Когда они начнутся? А что это будут за деревья? Да, вот вопрос, наверное, самый вкусный. Потому что двухметровыми, небольшими деревцами и львичками мы не можем заменить. Тем более, что парк один из самых титульных. И к юбилею города он должен быть красивым. Конечно. Поэтому, да, я предполагаю, что это будут крупные меры. И здесь из того ассортимента я бы выбрала 4-6 метров. То есть это с большим комом. Здесь нужна будет техника для работы специализированная. По ассортименту. За зиму я планирую провести проектный семинар не только по озеленению, чтобы смогли выступить ландшафтники, смогли бы выступить из вузов специалисты. Но еще, чтобы могли высказать свое пожелание те, кто пользуется пространством. Например, у нас есть скандинавы, у нас есть йоги, то есть нужно зонирование и озеленение, если оно не будет учитывать вот этого функционала. То есть, например, бегущий ребенок, он пробежит через кусты. И здесь я должна это учитывать. Это будет зимой. Вот именно это проектирование, на базе которого мы сделаем уже проект. А сейчас, что мы готовили к моменту, мы готовили именно второй ярус. Мы готовили только вот одну дорожку центральную, чтобы в парк вернуть сирени, вернуть розы, посадить новые гортензии. Вот это у нас по центральным дорожкам было запланировано. А вот компенсационные посадки по всему парку, здесь нужно разрабатывать. Именно с функциональным зонированием это было сделано за зиму. Ага, здорово, что конкретного решения, пока вот такого единоличного, со стороны администрации нет. То есть все-таки собираетесь обсуждать, да, и, возможно, какие-то слушания, возможно, даже пройдут, да, или будет открыт прием мнения официальный. Ну, хотя это можно, в принципе, и всегда делать там, да, обращаться в мэрию со своими предложениями. Я бы хотела, чтобы это был проектный семинар, когда бы мы все сели за один стол, и теруправление, а и те, кто будут строить, подрядчики ведь тоже разные бывают, и у кого-то есть технология работы в парке, у кого-то ее нет. То есть хотелось бы вот услышать, те, кто в парках-то работают уже. Вот, и именно проектный семинар, соучаствующий в проектировании. Конечно, решение будет дальше уже за отдельными подведомствами, но вот такое коллегиальное, оно тоже необходимо. А, Светлана, еще, знаете, такой вопрос, ну, не знаю, насколько вы на него ответите. Нет, в вашей компетентности я не сомневаюсь, просто он, может быть, в каком-то моральном аспекте, да, в моральной плоскости лежит. Ну, все мы прекрасно знаем, после того, как спилили деревья, остаются пни. И вот ходить по той местности, где ты привык, да, когда эти деревья стояли, цвели, а когда ты видишь то, что от них осталось, особенно люди старшего поколения, там за сердце хватаются, ой, боже мой, да, тут вот одни пни остались. Эти пни, они как-то маскироваться, что ли, будут? Или выкорчевываться оттуда из земли? Вот какие-то планы есть, особенно в их отношении? Как это делается вообще? Да, есть, ну, какая у меня точка зрения, что в парке должен быть бетонос. Мы должны беречь не только то, что внешне, ну, снаружи, то, что мы видим, но и то, что внизу. И вот у деревьев, у них есть корневая система, которая уже обросла там связями, на ней микроорганизмы живут, и вот это вот сохранить. То есть, если не выкорчевывать пни, а их срезать, то это будет кормом для других деревьев, для других кустарников и тех микроорганизмов, которые в почве есть. Вот, поэтому у меня план такой, что эти пни будут срезаться, а посадки они будут вестись в, ну, то есть в границах, то есть рядом где-то. То есть не на конкретное место, а рядом. Срезаться в уровень с землей, да? Да, все правильно. Да, чтобы они не выделялись, не бросались в глаза. Боль никому не приносили. Да, ну, да, спиливаешь под самый уровень земли, тут же это все перерабатываешь в мелкую щепу. Листочками прошлогодними закидал. Собственно, да, прикрыл, и все, и вот и получается тот самый биогеоциноз, да? Как мы сейчас услышали. Да, верно. У нас, в принципе, остается 3 минуты до завершения первой части передачи. Я просто предлагаю продолжить еще разговор. Будут ли до Нового года в других местах вот такие санитарные вырубки? Планируются ли они? Может быть, предупредить людей, чтобы не нервничать? Да, может быть, людям заранее сообщить, чтобы они не принимали все близко к сердцу и включали голову, действительно. Вот, например, интересное место – это Солнечный берег. Если посмотреть протяженность, вот сегодня мы туда выезжали, и как раз там березовая роща на набережной. То есть там она такая… Где-то есть дорожка асфальтированная, где-то нет. Где-то они натоплены, где-то они пересекают овраги. Вот, и сейчас задача запроектировать вот эту вот еще часть. И вот березы. Вопрос, что с ними делать, если они, опять же, вот, например, в дорожке? Вот, там, потенциально здесь может идти дорожка. На что вот мы сейчас уже смотрим, ну, с точки зрения, а как это обходить? И вот там мы попробуем уже применить деревянные настилы, воздушные, где-то на слайд пойдут дорожки. Вот, но есть некоторые деревья, которые, например, ну, там на стыке могут быть, либо я их никак не смогу обойти, то вот я там буду вынуждена все равно их убрать. Это по максимуму будет сохранено, но это вот, наверное, одно из самых тоже, вот, болевых мест, потому что береза, даже при… Ну, то есть мы не видим всей плотности. Они же там все одного возраста, они же такие красавицы, там, прямые, да, ну, действительно такое достояние городское, можно сказать, да. И там, насколько я помню, там дорожек цивилизованных вообще нет. Особенно, когда весна, осень, там просмутятся. Сейчас появились. На одном промежутке. Вот, то есть вроде нужно бы сделать такой лесопарк, и вот этот вот момент, что природа в первую очередь, вот это вот будем держать, но там не обойтись без уборки, например, некоторых деревьев. Но мы будем смотреть, чтобы это было целесообразно. Там, например, есть березы, которые при строительстве домов, у них корневая шейка была засыпана там грунтом и гравием. И то есть сейчас они еще пока стоят, но у них ветки нижние, уже видно, что они сухие, и они, то есть постепенно деревья уже умирают. То есть вот там, где были заглублены вот эти шейки, то есть мы будем за ними наблюдать. Если за следующий год там не, ну, они не проявят никакой там дальнейшей деградации, тогда оставим. Но вот потенциально сегодня к ним присматривались. То есть потом есть березы, в которых есть морозобойны, прямо величиной от низа до верхов, насколько хватает глаз. И это тоже, то есть вроде бы в садах с морозобойными растения растут, в городе тоже. Но это потенциальная тоже опасность. Нужно прямо вот наблюдать и принимать вот по каждому такое очень взвешенное решение. Светлана, а насколько и вообще становится ли дороже, да, вот в обход дерева что-то делать? Или это просто другой вид работы? Это прям, не знаю, цена не взлетает куда-то в небеса из-за этого? Я, ну, то есть я не могу сказать, ну, как бы за строителей. Просто что это действительно работа совершенно другая. Тут не нужно копать. Если мы смотрим, то на трубах можно прокладывать деревянные дорожки. Но опять будет потом претензия, а почему вот такие дорожки сделали, а не такие. А почему, ну, то есть, вот тут всегда будет какой-нибудь там ландшафтник, который, а я бы сделал по-другому. Вот. Или там, а я бы вот эту вот полечил березу и ее бы сохранил. Но когда мы делаем огромную территорию, то у нас вот там технология здесь должно быть вин-вин. Дай бог, что я найду там подрядчиков либо нескольких, которые бы могли зайти в парк и не там не повредить. То есть вот по стоимости я не смогу ответить. Ну, примерно, что копать не нужно. А по идее там бортовой камень, там, цемент. То есть материалы просто другие. Мы переходим на древесину, переходим на металлические сваи. Светлана, прошу прощения. 10-15 секунд у нас осталось просто. Светлана Кекина, спасибо большое за комментарий. Спасибо за такой подробный комментарий. Да, спасибо. Благодарим. Начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства УДПИ. В березах, в этих раньше, лыжня, я помню, была. Да, она до сих пор там есть. Да, до сих пор там есть. Мы периодически туда семьей выбираемся прогуляться. Зимой в том числе. Хотя и живем в другом районе. Ну, вот потому что нравится нам это место в том числе. У нас физкультура там была в университете. Да, да, безусловно. Намоленное студентами место, так скажем, да. Вот обсуждая эту тему, в который раз ловлю себя на мысли о том, ну, почему бы заранее не предупреждать о том, что будет происходить в том или ином городском месте, чтобы потом вот этот шквал возмущений не поднимался, да. Что касается и вот с нынешнего положения дела в Александровском саду. Ну, ладно, это уже тема для отдельного разговора. У нас сейчас первая часть завершается передачи. Продолжим очень скоро. Давайте переходить к другой теме. Вновь инициатива озвучена о том, чтобы на территории всей страны внедрить единую школьную форму. Эту тему на прошлой неделе озвучил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. И суперджоп-сервис быстренько подсуетился и просил россиян из разных регионов, поддерживают ли они эту идею. Не представляешь, целых 42% наших соотечественников одобрительно высказались по поводу введения единой школьной формы. Причем в динамике, эти цифры даны 15 лет назад, положительно относящихся к данной идее, было всего лишь 30%. Потому что люди еще помнили, видимо, школьную форму. А, может быть, да. Просто за последние 15 лет буквально на 10 с лишним процентов подросло число тех, кто ничего не имеет против введения единой формы. Давайте сейчас по этому поводу поговорим с нашим первым спикером. Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруш. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Да, Игорь Витальевич, добрый день. Ну, мы понимаем прекрасно, что далеко не первый раз снова поднимается этот вопрос. И, может быть, немножко устали уже от этого. Но так или иначе хотим актуализировать. Но, по-моему, вот так вот, чтобы какую-то единую школьную форму прям для территории всей страны, по-моему, еще такого не было. И причем, чтобы Минпросвещение прям... Во времени мы ограничены, Игорь Витальевич. Буквально три минуты есть, чтобы четко обозначить свою позицию. Пожалуйста, что думаете? Ну, моя позиция, в общем, не изменилась. Когда я раньше отвечал на этот вопрос, что считаю, что это не совсем актуальный вопрос. Достаточно уже обсуждений было его. Я думаю, что все-таки единая форма для всей школы, как это было в Советском Союзе, она не нужна. Несмотря на все эти плюсы, которые отмечают, и с ними можно соглашаться. Ну, мне кажется, что сейчас вполне нормальная ситуация сложилась и по своей школе служил. У нас есть положение там о школьной форме, о внешнем виде учащихся. Оно очень, ну, либеральное, но там прописаны какие-то требования к одежде на торжественные случаи. Например, сейчас мы проводим, если каждую неделю церемонии поднятия государственного флага, то понятно, что желательно туда и детей мы просим прийти в какой-то парадной форме. Ну, это как бы в количестве моментов. Ну, не в какой-то. Так, постоянно, чтобы ходить в одном и том же, это, мне кажется, это уже... То есть вы считаете, что тех правил, требований к внешнему виду, которые существуют у каждой отдельно взятой школы, их на данный момент более чем достаточно? Да, конечно. То есть когда... Я считаю, что очень правильно это было в свое время вынесено на усмотрение советов школ, советов лицеев, гимназий. Где-то вот, например, в каком-нибудь там лицее считается престижным, там, свою эмблему носить, какую-то школьную форму, там, ребята чувствуют принадлежность к определенной, к определенной культуре, но это надо созреть, да, чтобы это было именно внутри этого учреждения. А так, чтобы для всей страны, для нашей тем более такой большой и разнообразной, многообразной, мне кажется, это уже излишне. Все понятно. Спасибо большое, Игорь Витальевич. Спасибо. Игорь Олин, директор средней школы, поселка Вахрушин. Вот в педагогической среде такое мнение, да? Ну, опять же, да, кто-то из коллег Игоря Витальевича может с ним и не соглашаться. Ну вот о плюсах сейчас заговорили, да, той, к примеру, советской, да, еще школьной формы. Я прекрасно ее помню. В начальных классах мы регулярно, собственно, в ней посещали уроки. До начала передачи эта фраза прозвучала, да, я сказал, что неубиваемая была форма из очень плотного материала, служила очень долго, по наследству передавалась от старших детей к младшим. Травмируя детскую психику. Да, был такой, передавали. Универсальная, крепкая, надежная. Значки какие-то разрешалось носить, да, чтобы каким-то образом разнообразить свои внешние. Мне практически там школьной формы не досталось, но действительно был такой момент, то есть друзья, кто носил школьную форму, вот они говорят, что никакого единообразия даже в школьной форме не было, потому что все старались кто во что гораст, как-то свою вот эту школьную форму модифицировать, чтобы выделяться на фоне остальных. Ну а смотри, вот мы с тобой родители, да, как бы было здорово, если бы единая форма была, вне зависимости вот в какой магазин не придешь, одна и та же форма, пожалуйста, купил и считывал, где подешевле, где подороже. Это несомненно. А сейчас такое разнообразие, боже мой, бедные родители перед Новым годом сотню магазинов объедут, чтобы найти. Алена Чеснокова с нами на связи, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт УНФ. Алена, добрый день. Да, Алена, вот ищем положительные, отрицательные стороны. Ну вот смотрите, да, у меня сразу вопрос, вам, наверное, больше как к эксперту УНФ. Вот эта вот инициатива, которая звучит из уст Минпросвещения, сразу на ум что приходит? Не знаю, как вам, мне приходят сразу на ум госзаказы, 44-й ФЗ, огромные масштабы, пошитая школьная форма, и кто-то один выигрывает этот огромный госконтракт. Ну, это все так, и давайте я не от имени УНФ, а просто от себя, как от многодетной мамы, как родителя. Я свое мнение скажу, за ничего другое я не отвечаю, я могу говорить за себя. Естественно, что и как у нормального человека, и как у родителя сразу всплывает эта картина, кто заинтересован, то есть кто получит все сливки в карман. У нас же эта ситуация, в принципе, даже в городе, ну, так скажем, я не беру районы, там немножко другая ситуация, но в городе все-таки такое негласные все-таки рекомендации идут на определенную организацию, которая занимается пошивом продажей этой школьной формы. Ну, сразу могу сказать, что мое мнение как родителя, как мамы, я против одинаковой школьной формы, то есть, ну, как бы, чтобы у всех было одинаково. Даже вспоминая себя, я всегда протестовала, конечно, там с перьями на голове и там с разноцветными волосами я не ходила, у меня все было культурно, но мне каждый раз претело быть как все. Я не хотела быть одинаковой. Ну и да, надо понимать, да, с той поры много времени уже утекло, что называется, и за это время мы в сторону индивидуализирования как-то шагнули очень широко. Да, ну, сейчас же тоже, в принципе, форма рекомендована, то есть, она не вот прямо вот там... Не навязана, да. Я пришел без формы. Вот, но я вполне допускаю, что просто нужен классический вариант, то есть, без всяких таких вот вычурностей, но там светлый верх, там темный низ, одежда прежде всего, она должна быть удобная для ребенка. И каждый ребенок это индивидуальность. Кто-то любит светлые цвета, кто-то любит только темные цвета, кто-то полненький, кто-то высокий, длинный, худой. То есть, ну, одинаковая форма, одинаковая одежда на всех сидит по-разному. То есть, вот если взять даже нашу школу 47-ю... Да, Ален, простите, 15-20 секунд у нас буквально, да, остается. Да, ну вот я просто скажу, что у нас есть варианты выбора. Да, у нас есть там определенная расцветка, клетка, но у нас нет обязательного такого, что вот обязательно юбка, обязательно кофта. То есть, под фигуру ребенка, под его особенности подбирается, он может прийти в платьишке, в сарафанчике, в юбочке. Ну, то есть, чтобы это было просто классически, культурно, без какого-то там вырви глаз и все. То есть, у ребенка все равно должна быть своя индивидуальность. Вот, ну, это мое мнение. Да, спасибо, Ален. Конечно, мы твое мнение только лишь выслушиваем, да, не настаивая ни на чем. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт УНФ, выгоняют нас, к сожалению, уже. Ну, по поводу денег вы правильно заметили. Я тут нашел некоторые цифры. Рынок школьной формы ежегодно у нас оценивается в 35 миллиардов рублей. Ну, а вот при таком лакомом кусочке, мне кажется, он станет еще больше. Раза полтора точно. Да, на этом завершаем первую часть программы. Спасибо.